Мама о Вишну падая, Кришна приштая, Бутаде, Шримате, Бахти, Веданта, Славене, Тинамине. Намастей сайсвати, Деве, Гураваги, Прочарине, Мирише, Шашу, Неваде, Пашчетя, Дишатарине. Шри Кришна, Чейтанья, Брахуни, Тянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шиваса, Дигура, Бахта, Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Рахма, Харе, Рахма, 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 Харе, Харе. Харе Кришна, дорогие Вишна, у нас продолжается джапа ретрит. Сегодня у нас особенный день, повторяем с вчерашним делом. Повторяем 32 круга, еще больше милости. Сегодня хотел предложить на настройки, на джапу, сделать акцент на том, что во время воспевания у нас должно быть обращение к святому имени. И в связи с этим есть хороший стих, читаем Чейтаврите. Раман Андарай, обращаясь к Господу, читаем и говорит, Здесь Аман Андарай говорит всем нам о том, что если мы хотим, чтобы наш разум, Бави-Таматих, он был полностью погружен в сладость чистого преданного служения Господу, Кришна Бахти-Расу, тогда мы должны понять одну вещь, очень хорошо усвоить, что чистое преданное служение Господу Кришне, спонтанное желание служить Кришне, невозможно заслужить, даже десятки миллионов жизней, Диана Макоти, занимаясь благочестивыми поступками в Сухар-Таэре. Единственная цена, за которую мы можем купить чистое преданное служение, Аплимулем Эковом, это Алаволем, горячее желание обрести чистое преданное служение. То есть мы можем много всего делать, мы можем пытаться воспевать Святое Имя, но если мы Господу не покажем свое желание обрести чистое преданное служение, то Господь не будет нашу свободу воли нарушать, Он не будет нас провожать чистое преданное служение, если оно нам не нужно, как Кришна говорит, как человек подается мне, так я его и вознаграждаю. Если мы сидим и спиваем Святое Имя, и мы не показываем Господу то, что нам хочется обрести чистое и преданное служение, то Господь не будет нашу волю нарушать. Поэтому, когда мы берем руки четкие, начинаем спевать Святое Имя, мы должны активировать себе это желание, потому что мы вдохновлены чистое и преданное служение, мы хотим это обрести. Вот вчера были вопросы для Ивана Махаража, что вот хочется быть чисто и преданным, но YouTube мешает, YouTube юблирует телефон вместо того, чтобы книгу взять, нам хочется пойти что-то посмотреть в интернете. И поэтому у нас есть это желание, и теперь, когда мы воспеваем ситуацию, мы должны активировать это желание, даже вспомнить, что я этого хочу. И теперь, опираясь на это желание, мы должны обращаться к Господу, к Святому Имени, как Шива Брубана говорит, Кришна, Шимати Атхарани, пожалуйста, позвольте мне служить, настроение беспомощности, что я сам не смогу пробудить, мы много раз пытались стать чистыми и преданными, но как это сделать, непонятно, годы идут, ничего не происходит. Но Кришна, Он с Аттья Санкалапа, любое его желание исполняется мгновенно. Если Кришна захочет, Он может пробудить желание служить. Даже если у нас чуть-чуть появится, больше желание служить Кришне, это уже великая удача для нас. И мы этого хотим. И Кришна может это сделать, если мы попросим. И поэтому мы должны обращаться к Святому Имени. Есть две истории, которые мне очень нравятся, в связи с Шивой Праупадой, как сам Шива Праупада обращался к Господу, настроение беспомощности. Хотя Шива Праупада, это Бунта Матикари, чистый Вашенат, спутник Господа, пришел в матери нежно. У него все хорошо, но мы из этих историй можем увидеть, насколько горячее желание, насколько сильное остальное беспомощности было в сердце Шивы Праупады, и он с этим желанием обращался к Господу. Такая история рассказывается, что один пуджаря из храма, из Адвайта Бавана, это в Новодипе, находится в дом Адвайта Ачаря, он как-то пришел в Майбурский храм, к преданным я рассказал такую историю. Я помню, как начиная где-то с 1945 года к нам в храм, в Адвайта Баван, стал приходить из Ингельхаса в белых одеждах, из Кхади, он садился в конце алтарной и сидел с самого утра, повторял святое имя. И когда он воспевал, то глаза его были закрыты со сосредоточенной преданности, иногда по его щекам текли слезы, и он в такой сосредоточенной преданности воспевал святое имя весь день. И я очень был вдохновлен этой личностью, думаю, кто-то такой, почему он так воспевает, так искренне вызывает Господа. И этот Адвайджарий говорит, что вот этот преданный, он приходил один раз, иногда два раза в месяц, годами приходил, вот этот Адвайта Баван, потом он исчез, его какое-то время не было. И потом, он говорит, однажды я увидел, как в нашей же алтарной комнате опять на том же месте сидит один Саньясин в шахранных одеждах, пожилой человек. И я узнал, что это тот самый преданный, который раньше приходил, когда еще был грехацкий. И он также воспевал святое имя, из его власти креслезы, и он очень низко не воспевал святое имя, он перебирал четкий в руках. И вот он весь день воспевал святое имя, и молился. И потом, когда уже день подошел к концу, этот Саньясин подошел, поклонился божествам, и Паджари спросил его, дорогой с вами же, скажите, пожалуйста, кто вы такой? Я все эти годы видел вас, вы меня вдохновляли, но я стеснялся к вам подойти, чтобы не нарушать ваш бажен. И этот преданный сказал, меня зовут Абайчарна Винда Бахтигдата с вами. Я не достанусь, поддам его духовного учителя, а он еще напад Парамахамса, Шила Бахтигдата Сара Сарасарита Кур Махараши Бабхана. И Паджари спросил, а почему вы приходили, почему вы такиски не воспевали? И он сказал, потому что мне духовный учитель дал миссию, невыполнимую, распространить сознание Кришника по всему миру. Кто я такой, чтобы это сделать? И поэтому я приходил сюда, в этот дом Адвайты Ачарии, потому что здесь Господь Читая, Господь Нитяна для Бахтигдата не собирались, обсуждали проповедь, как они распространяют сознание Кришни по всей Индии. Я приходил сюда и молился им, что они дали мне полномочия, чтобы распространить сознание Кришника по всему миру. И он говорит, и завтра я отправляюсь в Калькутту, сажусь на корабль и плыву в Америку. И потом мы знаем, что Шила Прабхада у него все получилось. Но вот из этой истории мы видим, что Шила Прабхада, он не просто воспевал, знаете, Харея Кришна, Харея Кришна, самый удовлетворенный Атмарама. И Шила Прабхада показал пример, как воспевать настроение, полная беспомощность и зависимость. А другая история тоже очень тарина с Шила Прабхадой. Тоже один ночнав пожилой. Баджабаси рассказал, что он говорит, это был примерно 1900, а, я как сейчас помню, это был 1965 год. Я, он говорит, по ночам стал слышать, он жил рядом с храмом Радха Дамадали во Бриндаване, и по ночам он слышал, как кто-то и плачет, вызывает Господу, вызывает и плачет в храме Радха Дамадары, там, где Самархи Рупага с вами находится. И он говорит, мне было интересно, кто-то такой, но мне не было лень стоять, прийти, посмотри. А тут был такой день, полнолуние, было святое на улице, и мне не спалось в этот день. Я решил, вот слышу, опять там кто-то зазывает, я решил, кто же это. И он говорит, я поднялся на крышу нашего храма, и у меня как раз в крыше храма видно вот Самархи Рупага с вами, там бажен птир, я увидел, как Бхактивидата с вами, с метелкой в руках, согнутой, на самой земле, он подметает землю возле Самархи Рупага с вами, он плачет, и зывает, хе Рупа, хе Санатана, хе Гурдев, доя Курамара, о Рупа, о Санатана, о Духу Мучти, доя Курамара, пожалуйста, пролите свою милость, то и без вашей милости, как я смогу исполнить эту миссию без вашей милости. Потом мы видим, да, Шелук Рупага смог сделать то, что мы сейчас здесь и делаем, активенские, и намерены сегодня повторять эти два круга. Шелук Рупага получил эту милость, и он зывал. Он зывал, не то, что, это просто две истории, которые мы видим, но на самом деле так он воспевал, так он жил. И мы когда воспеваем все то время, нам тоже есть, что попросить. У Шелук Рупага уже было чистое предное служение, но у него была миссия, которая для него оказалась неосуществима, и поэтому он зывал, но у нас тоже есть, что попросить. Мы здесь собираемся, мы вдохновляемся идеей прямо по Марха Махан чистого предного служения, это спонтанное предное служение. Как это сделать, непонятно, как-то там вопреки. Но для Кришны нет ничего невозможного. И на самом деле, если что-то Кришна хочет дать нам, что он существует, то это и есть чистое предное служение. Просто никто не просит. И поэтому мы должны обращаться именно с этой молитвой. Шива Прабхупада дал ее Кришна Шимати Артхани. Пожалуйста, займите меня в предном служении. Не просто предное служение, которое у нас, в принципе, много, а именно, чтобы мы это делали с сердцем ради удовлетворения Кришны, ради удовлетворения духовного учителя Шива Прабхупада Вишнава. Вот это настроение нам может дать такое святое имя. И очень важный момент, что когда мы воспеваем святое имя, даже если мы вдохновимся такой чистой молитвой и будем думать, сейчас я буду во время спивания обращаться в полной беспомощности, зависимости по звути неслужителям. Но часто ошибка возникает у преданных, по себе тоже, ну, как бы, опыт у меня есть, что мы можем очень сильно в молитву погрузиться, очень искренне воспевать, молиться, но не слышать звуки святого имени, забыть про звуки святого имени, слишком в молитву погрузиться. И я думаю, что в каком-то смысле тоже персональное воспевание, потому что есть я, есть мои мысли, есть мои желания, может даже есть моя чистая молитва, но как бы Кришна здесь не присутствует, да, мы к Нему не обращаемся. И поэтому мы должны активировать это желание, мы должны обращаться к святому имени, но мы должны обращаться именно к святому имени. Харе, Кришна, Раме, к этим именам. Кришна говорит в Бхагавагите, дай вихе шагуна маи, 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 дурати, я, что преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гуматерины природы, невероятно сложно. То есть, наша молитва, она нас не вытащит из материального мира. Наша молитва, она нас не сможет пробудить, наше спонтанное желание служить Кришне. Но Кришна сможет. И Он говорит, мам, элайя, прападянты, майяна, там, тарамтите. Но тот, кто предался мне, с рюмкостью выходит из-под его власти, из-под власти Майя. То есть, мы говорим, в распевании должны передаваться именно Кришне. И Кришна, в данном случае, да, это святое имя, это Харяй, Шаматарадхарами, и Кришна, Рама. Вот. И это, в принципе, несложно сделать. И можно простой пример провести, как это сделать. Но просто даже вложить это обращение в звуки святого римля. Такой любимый пример, я вам приведу. Допустим, я сейчас сердце активирую желание, да, чтобы вы сейчас все подняли две руки вверх над головой, да. Я вот, у меня есть обращение, я формирую. Пожалуйста, поднимите две руки вверх, и теперь я начинаю говорить преданные, 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 преданные. То есть, смотрите, я раз шесть или семь говорил преданные, я в этот момент не говорил у меня поднимите руки, пожалуйста, поднимите руки, ну поднимите же руки. Нет, но я не забывал, что я говорю преданные, чтобы вы подняли руки. То есть, желание было, обращение было, я не забывал про это. Я просто произнесил преданные, не слышал преданное, 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 и то же самое, когда я воспринимал.. когда я идую в Святую Мaffe, каждый в�т дала Бабадdo, Кришна о низком цельного давлениям Позвольте мне служить Вам... Мы имеем это желание, сейчас мы пострелилиț40 именам Харея, Кришна, Харея, Кришна, 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 Харея, 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 Рама, 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 Харея, Харея. И просто обращаемся к именам, Потому что именно эти имена они и смогут осуществить нашу просьбу, исполнить наше желание. Поэтому давайте, дорогие Вячеслава, попытаемся, у нас есть немножко времени, до 12 часов, будем воспевать Святое Имя, может 7 кругов или 8 кругов получится повторить. И давайте постараемся не просто воспевать, о чем-то думать, постараемся просить у Святого Имени, чтобы оно позволило служить, пробудили в нас наше изначальное желание, спонтанное желание служить Крещене нашу природу, Живе Раскору, Пухаре Крещене, никогда не тесит Крещене, оно у нас есть. Но обращаться не просто на новом месяце, эту молитву желать Святое Имя не слушать, а именно, вкладывать это в звуки Святого Имя, обращаться к Святому Имени и надеяться, что именно Святое Имя Харе Кришне и Раме Шаматархаре, Кришне, они если захотят, исполнят наше желание. Спасибо большое. Шилы Прабхупады Желаем в сердцах, пожелаем Другому успешного спелания. Шикришне Чайтанья, Прабхупни Дагандаши, Адвань, Даганда, Дханя, Шивас, Гуду, Бхатаре. Шикришне Шикришне